Некоторые нововведения ждут жителей Канакова и гостей города, которые примут участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Дня Победы. Об этом говорили на итоговом совещании, которое состоялось в администрации города. Участники заседания обсудили порядок праздничного плана, в котором утверждены как спортивные и культурно-массовые мероприятия, так и само празднование 9 мая. Акция «Бессмертный полк» – запуск фейерверков, матчи по хоккее, встреча школьников с ветеранами, а также парад малышковых войск. Эти и другие вопросы были обсуждены участниками совещания. Как всегда, сделан упор на облагораживание скверов и парков, ремонт и реставрацию памятников Великой Отечественной войны. Комсомольский сквер, площади, военкомат, хотя Юрий Юрьевич сказал, что у них там все чисто и все, они будут готовы, но тем не менее. И опять же, напоминаю, как Анатолию Николаевичу, цветы. Другие организационные работы также были распределены по различным организациям. На совещании особое внимание было обращено на соблюдение мер безопасности в проведении культурно-массовых мероприятий, особенно тех, где участвуют дети. Это легкоатлетическая эстафета и парад малышковых войск, которые состоятся 2 и 3 мая на Центральной площади. На эстафете, там бегают, мы по почте здесь, дорога, прикрываются и так далее. Можковые войска готовятся, репетируют. Сколько у вас планируется там тоже детей и взрослых? Тут точно будут еще и мамы, папы все? Есть 9 детских садов, 15 членов команды, то есть это порядка 150 участников, плюс воспитатели, родители, ну, там же может быть. Ну, около 300, да. Среди нововведений – автопробег по местам боевой славы с участием работников в городской библиотеке. Благодаря им автопробег будет еще интересен и экскурсиями. Поедем от конечной улицы Кагарина в сторону Таянсового завода. Оттуда движемся в Селехово, например, из Селехово через Домокарфейн, в Самарский Сверх, а далее уже посредственно по Селеховскому Катюшу возвращаемся обратно на площадь. Участие в библиотеке нашей заключается в том, что возле каждого памятника они выходят и что-то расскажут, да? Большое расскажут, да. Торжественный парад начнется с прохождением колонны Бессмертного полка от военкомата до Комсомольского сквера, где состоится митинг, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Почетными участниками будут, конечно же, ветераны. Немного осталось свидетелей битв на фронтах Великой Отечественной. В этом году в Конаково пройдет много торжественных и спортивных мероприятий. Празднование начнется аж с 28 апреля по 9 мая. Турнир по хоккею, бокс, легкоатлетическая эстафета, а также уроки мужества и концертные представления на льду. 9 мая планируется прикрывать полностью улицы, по которым будут следовать колонны торжественного парада. В 10.30 официальное начало митинга в Комсомольском сквере. Состоится праздничный салют. Будет работать полевая кухня с солдатской кашей для ветеранов и гостей.